Добрый день, уважаемые на улице! Одним из пунктов указа главы Республики Башкортостан является осуществление контроля за соблюдением условий самоизоляции гражданами. В центре нашего особого внимания жители нашего района, прибывшие из-за границы Российской Федерации, из города Москвы и из Республиканской клинической больницы имени Куватова. Согласно распоряжению главы администрации, с 23 марта в районе работают 4 мобильные группы по оказанию содействия гражданам, находящимся в режиме самоизоляции. Ежедневно работники социальной службы, медицинские работники, сотрудники отдела МВД РБ по Яновойскому району в составе рабочей группы совершают поквартирный обход самоизолированных граждан. При этом проверки проводятся без непосредственного контакта с гражданами, через домофоны, закрытые двери, телефонные звонки, визуальный контакт через окна для того, чтобы исключить возможное заражение наших работников. Все члены мобильной группы обеспечиваются средствами индивидуальной защиты – маски, защитная одежда, перчатки. Работа мобильных групп рассчитана на весь период действия режима «Повышенная готовность» в Республике Башкортостан. Мы ее постоянно корректируем, учитывая граждан, вновь пробивающихся из-за границы и из регионов РФ, неблагополучных по коронавирусной инфекции, на основе данных Республиканского оперативного штаба. Социально ответственные граждане могут также сообщить о прибытии по телефону горячей линии Республиканского штаба, номер телефона 8 800 201 8903. Самоизоляция на две недели, напомню, является обязательной мерой для всех, без исключения вернувшихся из зарубежья, из города Москвы, РКБ, а также вернувшихся с вахтовой работы в регионах России. Посещать поликлинику при этом не надо, больничные листы будут оформляться дистанционно. Члены мобильной группы проверяют граждан, находящихся на карантине, интересуются состояниями здоровья, напоминают гражданам, что они не должны выходить из дома, исключить контакты с другими лицами и строго соблюдать правила личной гигиены. Продукты и медикаменты в случае необходимости доставляют волонтеры, при этом доставка абсолютно бесплатная. Покупатель в безналичной форме оплачивает, так же как в магазине или аптеке, только купленные. По отношению к членам своей семьи, самоизолировавшемуся человеку, так же необходимо соблюдать определенные правила. По возможности находиться в разных комнатах и соблюдать дистанцию в общении, пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем, полотенцами, средствами защиты. Если жилищные условия не позволяют оградить домочадцев от контактов, можно обратиться в оперативный штаб Яновойского района по телефону 8 917 765 48 18. То есть с просьбой о размещении в обсерватор временного учреждения для противоэпидемических мероприятий, где созданы условия для карантина. За период с 23 марта по 14 апреля мобильными бригадами осуществлено 20-29 рейдов. Выявлено одно нарушение, составлив акт по линии Роспотребнадзора. Всем нарушителям грозит административная ответственность и штрафа. Неравнодушные жители Яновойского района могут сообщить о нарушителях карантина по телефону горячей линии. Назову номер телефона 8 917 765 48 18. Всего по каналам связи с Республиканским оперативным штабом получена информация о 144 прибывших из-за границы Российской Федерации жителях района. В том числе 110 человек находились на контроле и на сегодняшний день у них истек двухнедельный срок самоизоляции. 34 человека не проживают в Яновойском районе. Республиканским оперативным штабом направлена информация о 30 выписавшихся пациентах РКБ имени Куватова. Среди них два человека, это молодая мама с ребенком, находятся в Калатарсинском районе у родственников. Все они охвачены рейдами мобильных групп. По необходимости медицинские работники оказывают им помощь. Также мобильными группами в рамках эпид-расследования проверялась информация о пяти работниках нефтекамского психоневрологического интерната, прописанных в Яновойском районе. Установлено, что в настоящее время они все проживают в Нефтекамске, но есть их близкие родственники и они сейчас на карантине. Запланирована масштабная проверка соблюдения режима самоизоляции всех прибывших из регионов Российской Федерации. Особое внимание обращаем на изоляцию вернувшихся железнодорожным транспортом с вахтовой работы на Севере. Особо тревожная информация была нами получена по линии транспортной полиции, когда с поезда на станции Дружинина был снят гражданин с подозрением на COVID-19. Все данные контактных лиц с ним, вахтовиков, вышедших на станции Янаул, были переданы в районы. Янаульцев среди них оказалось два человека, они находятся на самоизоляции. Напомню, несоблюдение домашнего карантина влечет наложение административного штрафа. Статья 6.3 КОАП Российской Федерации. За заражение окружающих предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей. Это статья 236 УК РФ. В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции важно всем напомнить о несложных правилах личной гигиены и проявлять гражданскую сознательность. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова